Великой Отечественной войны 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 Субтитры создавал DimaTorzok Горьким и трагичным был этот день. Горели города и села. Красная армия несла огромные потери как в технике, так и в живой силе. Отступала. Горечь пленения. Под таким натиском лучшей армией, которая считалась армией фашистской Германии, не мог устоять никто. Никто. Кроме нашего народа. В первый же день войны были сбиты десятки фашистских самолетов, сожжены и разгромлены колонны вражеской техники. Тысячи захватчиков в этот день так и остались в нашей земле навечно, пытаясь ее захватить. Были контратаки и даже первые пленные фашисты. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллионов человек. Из них более 8 миллионов погибли на полях сражений. Более 7 миллионов человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях. Более 4 миллионов погибли от жестоких условий оккупационного режима. 5 миллионов 270 тысяч человек были угнаны на каторжные работы в Германию. И сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины. 2 миллиона 650 человек. Более 450 человек эмигрировали. Более 2 миллионов погибли и умерли в плену. Понесенные страной людские потери и материальный ущерб от немецко-фашистской агрессии ни с чем не сравнимы. История еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, какими отмечен путь гитлеровцев по советской земле. До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной датой. 24 октября 2007 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал изменения в закон о днях воинской славы и памятных датах России, которыми в перечень памятных дат была включена новая. 22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны 1941 года. 22 июня на территории России приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи. Руководители страны возлагают траурные венки к могиле неизвестного солдата в Москве. В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С 2020 года в России в День памяти и скорби проводится ежегодная общероссийская минута молчания. Она проходит одновременно во всех регионах страны в 12-15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. В День памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится общенациональная акция «Свеча памяти». По всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. В ночь с 21 на 22 июня в Москве традиционно проходят две знаковые акции «Линия памяти» на Крымской набережной и «Вахта памяти. Вечный огонь» в Александровском саду. Во время акции «Линия памяти», которая первый раз прошла в 2015 году на Крымской набережной в память о каждом дне Великой Отечественной войны, зажигают инсталляцию из 1418 по числу дней войны «Свечей». Их устанавливают на бордюре вдоль набережной вместе с красными листами отрывного календаря, на которых белыми цифрами пронумерован каждый день войны. Во время акции каждый желающий может зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дне войны. Свечи горят до полуночи 23 июня. В этот трагический для нашей истории день мы отдаем дань памяти воинам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны. Глубокая скорбь по погибшим наполняет наши сердца. Мы гордимся героизмом смелых, мужественных, преданных своей отчизне сынов, которые спасли нашу страну. И весь мир от фашизма. Наша святая обязанность сохранять и передавать из поколения в поколение правду о самой страшной войне 20 века, о мужестве и беззаветном служении своей Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа. Вечная память и низкий поклон. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok